Вот вы когда-нибудь задумывались, откуда появились все форматы на ютубе? Ну или как их называют сами ютуберы? Рубрики. Те же влоги, летсплеи, обзоры, разборы, сан-реакции в конце концов. Лично я об этом начал задумываться, когда на ютубе начали появляться всякие Тайфун ТВ и Вандерноупы, придумавшие всякие стальгии и фандомы, которые позже начали копировать все, кому не лень. Принцип один сделал, а другие повторили в полной своей красе. Ну и по идее то же самое было с летсплеями и обзорами, которые в какой-то момент придумал один человек, скорее всего на западе, а другие просто за ним повторили, просто поменяв тему. Просто это было уже так давно, что уже и не найдешь того самого первого, который всю эту залуку закрутил. Ну так чемуся эта телега? В интернете совсем недавно, буквально два года назад, появился новый формат. Айсберги. Ну или как многие называли ранее, конспирологические айсберги. Лично я сделал по этой теме два видоса и сдох, ибо почему-то конкретно айсберги давались мне труднее всего. Ну и не мудрено, ибо все видео на эту тему зачастую довольно длинные. Нередко разбор айсберга может длиться по полчаса. А тут я ною со своими 15-16 минутными разборками айсбергов конспирологических. Ну и так как сама вся эта тема более-менее свежая, мне было легче узнать, откуда вся эта тема взяла свое начало. Представляю вашему вниманию 2021 год. Твиттер. Ой, простите, Икс. Конспирологический айсберг за авторством пользователя Мега Икс 2. Основанный на теориях по супердревней игре Майро 64. По праву считается самым первым айсбергом в интернете. Верхушка айсберга. L. Изрилл 24.01. В самой первой версии Майро 64 в качестве играбельных персонажей не было Луиджи. Хотя фанаты очень сильно хотели его увидеть в игре. Настолько хотели, что один из них увидел в очень шокальной текстуре памятника надпись L. Изрилл 24.01. Естественно горе игроки восприняли букву L как сокращение имени Луиджи. А цифры как парволь, которые куда-то надо везти, чтобы его разблокировать и сыграть за него. Да, я сам сейчас в недоумении, как игроки пришли к этой мысли. Еще и сами в нее поверили. Будто бы теорию Матпета я только что услышал. Но по итогу пришел один из художников игры, сказав, что эта надпись ничего не значит. Другой вопрос правда, поверили ли ему игроки или нет. Но это уже другой вопрос. Мелководье. Блоки лавы. Тут вообще жижа какая-то. Ну в общем. На одном из уровней можно было заприметить блоки лавы на мертвой земле. Предположительно эти земли принадлежат какой-то давно ушедшей оттуда цивилизации, которую мы никогда не видели в игре. Конец айсберга. Скайбокс мокрого сухого мира. Мокрый сухой мир сам по себе является уникальной локацией в игре, которая еще будет упоминаться в этом ролике. Один из разработчиков поделился оригиналом его скайбокса, который является неотредактированной фотографией испанского города Касарес. И Йоши совершает воскомнадзор. Собрав 120 звезд и забравшись на вершину замка, может быть поболтать со стоящим там Йоши. После недолгого диалога Йоши подает майору 99 жизней, после чего он спрыгнет за горизонт. Что многие игроки интерпретировали как осуждаемый мною поступок. Дно. Эмоционально негативное восприятие мокрого сухого мира. Со слов многих игроков атмосфера мокрого сухого мира вызывает у них что-то между грустью и агрессией. И все это из-за странного расположения скайбокса на уровне. Заброшенный вид города, вызывающий чувства одиночества и безнадежности, а также приглушенные цвета. Талософобия, клаустрофобия и субминахофобия. Еле выговорил. Комната Баузера. В файлах игры была найдена некая комната Баузера, больше подходящая на те комнаты с мягкими стенами, в которых держат психбольных. Была ли это тонкая шутка от разработчиков или что-то иное, остается загадкой. Диаграмма мозга. В файлах мокрого сухого мира была найдена пикча, изображающая диаграмму мозга. Многие приняли это за намек на то, что сам уровень является метафорой подсознания. А тот факт, что он погружен в воду, может являться аллегорией на гидроцефалию. Призрак Ваева. Пустота. Каждая копия Майо 64 персонализирована. 2020 год был богат на ностальгию. Оно и неудивительно, ведь 2022 год был годом карантина, нового контента не было, а чем-то заниматься дома надо было. Вот люди в интернете и начали ностальгировать, возвращая популярность старым темам, к тому же ФНАФу, например. И вот люди, вспоминая, как они проводили свое время в Майо 64, обнаружили, что их все воспоминания сильно друг от друга отличаются. Таким образом, фандом Майо пришли к выводу, что каждая копия игры персонализируется под игрока. Да, я знаю, я звучу как кретин, но вы дослушайте. Далее, 23 мая 2020 года. Человек под ником, под ником, под ником.